самим как спрятаться где-то это сознание должно было уничтожить а получилось совсем не так то потому что она и была разума чем я не знаю что такое я физик вообще забыла школьный курс что-то про тонны какое-то протонное оружие какое может быть протонные синий коврин это взрыв щит разу появится для а на ту планету он откуда-то приплыл он путешествовал то ли по вселенных то ли по галактиках уничтожая планеты за планету и людей за людей как такое могло быть при чем он мог телепортируйте физические предметы он мог взять в другой планете системе где он был что-то элемент чего-то скопировать телепортировать туда чтобы там это развелось и стал улучшатель своего рода улучшатель улучшатель вопрос откуда взялся вот он систему захватил потом тоненький язычок следующий и перетягивает себя всего туда фига себе не когда прыгнули где двое там партнер эти и они все изучают у них там типа подмастерье какое-то оборудование что-то да одноклассный один синий тревожный это что мальчик девочка что-то они там внутри это как образы и они разделяют все все-все разделяют по функциям в голове по fonctionциям Продолжение следует... Продолжение следует... Уже мертвые туда попали... Тело уже не было... Только чистое сознание, которое не затуманенное ничем... Да... Только мертвый... И все его лагеря алгоритм... Да... Еще один вариант смерти у смерти поправ... Правильно сделай... Что же это с этим зомби... То есть мы не соглашались на разделывание... Но мы дали себя... То есть оставляй как есть... Да... А, это нарушение его... Алгоритмы его взаимодействия... Да... Это ему нужно подстроиться под целостность... То есть освободить всех остальных... Разрушить себя... Так... Да... 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 Мы там как одинаковые были по возрасту. Просто выбора не было, нам приходилось друг с другом общаться, потому что все остальные были зомби. Там просто реально не было выбора. И еще ночью бегали наверх и смотрели, что сверху творится. Лежишь просто на земле и смотришь на небо. Всем остальным было неинтересно. Всем остальным было неинтересно, мы могли в двух выбираться вверхе, просто смотреть на небо. Почему часть этого сознания у меня в спине была? Почему она не утягивала? Вечный сон. По 20 часов иногда. Каким образом этот синий портальчик у тебя в спине остался, да? Ну, портальчик синий это в визуализации. Ну, понятно, эта связь, это почему осталась. С этим сознанием. Часть его вам не было, часть меня еще там была. Нужно сейчас понять, кто там разделял, кто эти двое, которые разделяют, кто этот третий, который над ними стоит. Это федноглазые сопли. Над ними этот чувак, типа в корону. На корону у меня вчера еще. Каким образом он тебя удерживать мог и оттягивать вот это вот, что он у тебя забрал. Так он же начал разбирать. Часть меня осталась там. Поэтому я ее оттягивала в тебя. Вот та часть меня, которая была там. Она как бы сейчас со мной, но она еще там одновременно. Как-то он умел накладывать. То есть это одновременно остались со мной и является частью. И вот надо этот механизм сейчас здесь сломать, осознать и сломать. Становится частью единого целого. Вот как масоны делают частью единого. Он вроде как бы и сам, но он уже не сам, он частью единого целого. Становится как клеткой одного большого организма. И это уже даже не рой, это уже другой принцип. Да. Который рой впитал. Для усиления. Это в принципе был в кристаллике, в том, который пришел. Который плотно с 18. Угу. Который меня пилил. Вот тут. Это в другой вселенной будет такой же. Вот один в один. Он спреставался, еще не мощно не кушал. На каком-то моменте. Вот интересно, где еще он, по каких вселенных может оставаться этот туманчик. Отлично. Он один идет, если ты его сломал один, значит, его нигде больше нет. Да. Он одно сознание. Один разум. Один разум уничтожающий другие. Не может быть. Один разум. Один разум. Один разум. Один разум. Все. Смотри, как разрушается разум Масон, это единство Масон, всё их нет. Трещина на поверхности той планеты, так и тут. Это больше не единый организм. Тут же вообще не организм. Последнее, что их где-то не сдерживаем вместе. Вот он серый цвет, откуда все Масоны начали свои фотки. Чёртно-белое вешать. Желание всех к одному знаменателю. Имя руководил всё. Если нет метки, то разум вот этот ион. Сейчас его не будет. Что? С ума посходит? Чуть-чуть. Останется человеческое сознание и всё. Кризманки без папки и без этого скрепляющего клея. Эпоксидки. Будут как все. И даже хуже. Намного хуже чакр нет. Перестроена чакральная система. Работать не хочет. С отрезанными античакрами. Без моей силы с кодом против Вселенной. Вот. 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 Я сейчас хорошо чувствую. Он лопается. Остатки. Мне интересно, каким образом мы знали, на какие планеты нужно идти. Мухи не ошибаются. Это вкусно. Миллиарды мух не могут ошибаться. Ты думаешь? Могли же хоть раз для роднообразия на что-то сладкое попасть. Нет. Нюх не проведешь. Сладкое от всего остального отличается. Да. Голова кружится. Чуть-чуть мутит. Нормально. Бывал их хуже. Да. Шестая планетка. Это уже почти привычно. Это уже рядом было. Да. Да. Тогда это. раз. Вы там были практически люди. Не вижу каких-то особенностей. Да. Голова кружится. Продолжение следует... Такое впечатление, что там какая-то трещина на душу ставилась еще при рождении, чтобы потом просто раз чпоке разделялось. Реально, за сто лет можно успеть пять жизней прожить. Круто же. Это все субъективное время, не для меня не было. Понятно. Просто что молодые совсем. Может там 20 лет шло не так, как у нас 20. Может это, по-моему, какие-то другие размеры. Я там помню только полеты и все. И все. Вот ветер ушел. Не летишь, да. И еще пустота. Я звезды помню, когда ложишься на землю и смотришь на небо просто. Только вылазать нужно выкарабкиваться. Я эти жилища помню. Я помню вот эту вот дорогу вниз. Ступеньки там такие, как знаешь, как в камне просто вытесанные были. Я помню наверх такую лестницу. Я помню наверх лестницу, по которой можно было взбираться. Я помню такой, как вышка, куда залазил, чтобы не вниз прыгнуть, а открывать. Вот как птицы с дерева начинают лететь, знаешь, светки. Вот прыг и полетели крылья, раскрыли. Угу. Только воевать не с кем. Я ничего не помню. Если б были войнушки, войнушки я бы заполню. Да-да. Как всегда. Войнушки хорошие были на Дюне. Этот шут двум. Этот язык коверкан. Проверкан. А вот этот тип. Твердый. Твердый. Да-да-да. Реально. Там, когда небольшие на деревьях росли. Это платы большие-большие. Животных вообще нифига не было. Этой планетки. Кракелер. Проверкан. Проверкан. а себя такой помнишь поиск там пристегивалась этот фигня ремнями такими руки как-то в диване спрос а тот пристегивалась чтобы она открывалась да и как гравитация нарушена за того что вот ядро было разрушено так это единственное сознание в котором я был в мире методе я не нашел границу я сколько шлялся пытаюсь найти край чтобы с края рубить ни хера лучше всего т.к. т.к. и по первой условия по структурам так вот я вижу это как полосочки 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 должны быть а на одном уровне этого так перекрещивает неправильно она должна быть линейно как-то она вот так пошла не смотри за этим крестиком что смотришь код самого явления разума посмотри код того что вызвало вот от ли это тоже интересная вещь